Огромное спасибо всем-всем, кто сейчас присутствует на лекции. Думаю, лекция вам понравится, потому что она будет продуктивной. Давайте я немного расскажу о себе, так вам будет намного интереснее. Фотографией я занимаюсь не так давно, примерно 2,5-3 года. Но, тем не менее, я каждый день фотографирую, каждый день знакомлюсь, общаюсь и постоянно в каком-то движи. То есть, постоянно у меня продуктивные дни идут. Так получилось то, что все детство мои родители путешествуют вместе со мной, потому что каждый раз, когда мы находимся в каком-то определенном городе, больше года город начинает надоедать и образуется суета. И в лет 16 я начал самостоятельно путешествовать, переехал в город Питер. Там я познакомился с множеством прикольных творческих людей, и в том числе там были фотографы. Так я, в принципе, познакомился с фотографией, мне стала интересна фотография. И я накопил на первый фотоаппарат, начал фотографировать. Скажу то, что я начинал фотографировать со всего подряд. Я реально ходил по городу, все фотографировал. Через какое-то время пришла конкретика того, чем я действительно хочу заниматься. Это стал город, потому что мне интересно фотографировать, показать свой взгляд. Часто я фотографирую Москву либо Питер, потому что Питер — это античность, а Москва — это футуристичность. Ну, если вы брать из российских городов пример. Потом я начал фотографировать фестивали. Начинал я с простеньких фестивалей, наподобие красок Холи. И через какое-то время, после того, как я начал общаться с организаторами, общаться, знакомиться, меня начали звать на более крупные фестивали. Одним из таких стал Alpha Future People, который очень сильно меня продвинул. Я сотрудничаю с ними уже больше двух лет. И могу сказать, что за то время сотрудничества, что я с ними сотрудничаю, я научился работать с артистами и с ними общаться, знакомиться и работать, творить. Хочу немного поделиться о том, как сотрудничать с артистами, совершать ошибок, которых я совершал. Но об этом чуть попозже. Это во второй части нашей лекции. Начнем мы с первой части. Фото как инструмент бизнеса. Что я этим хочу сказать? То, что на фотографии, фотография может быть не просто творчеством, она может стать хорошим заработком. То есть примерно реально на фотографии можно поднимать 150-200 тысяч, но при этом вы будете работать, как на обычной работе, вставать там в 7 утра, ехать на заказы, потом еще на дни заказы. Ну, в общем, это становится работой. И я выявил две категории людей, фотографов, по которым, в принципе, работают люди. Первая категория – это бомбилы. Я ни в коем случае не хочу никого обидеть. Это люди, которые фотографируют в лапсторе, праздники, дни рождения, свадьбы, корпоративы и так далее. Эти ребята поднимают очень прикольные деньги, им хватает, чтобы путешествовать, круто жить. Но у этих ребят нет никакого творчества. То есть развития у них ноль. Также есть второй вид фотографов. Это более творческие ребята, которые погружены в самого себя, и они занимаются самореализацией. И эти ребята, они работают над своим именем, зарабатывают на проектах, и у них все получается. То есть тут нужно выбрать вам самим, чем вы хотите заниматься в фотографии. Либо хорошо зарабатывать, либо погрузиться больше в самого себя и заниматься творчеством, самореализацией. Итак, я выявил три правила, по которым можно нормально зарабатывать именно по первой ступени, типа фотографа бомбил. Первое правило – это выбор между творчеством и коммерцией. Вы должны выбрать либо творчество, либо коммерция. Можно, в принципе, это соединить все вместе, но это будет достаточно сложно. Второе – нужно быть активным. Поэтому вы постоянно должны знакомиться, общаться, быть в каком-то движении. Если вы просто будете сидеть дома, грубо говоря, на жопе, то у вас ничего не будет, потому что так мир устроен. Пока вы сами не захотите, не начнете делать, этого не будет. Вам нужно постоянно быть активным. Например, приведу примеры собственной жизни. Я часто, когда раньше у меня было мало заказов, я нуждался в деньгах, я часто ходил по торговым центрам или просто по каким-то точкам и предлагал свои услуги организаторам, администраторам или просто к обычным людям подходил, знакомился. Мне было стыдно, но я переборол себе это. И просто подходил и предлагал свои услуги. Могу сказать, что процентов 60 людей соглашались на мои услуги, но все равно были и отказы. Так что если у вас будут какие-то отказы, не стоит переживать, потому что такое бывает. И лучше всего не опустить руки, а подумать над тем, что вы делаете не так, это исправить и попробовать заново написать коммерческое письмо или пойти сотрудничать. Но лучше не с тем человеком, потому что, возможно, просто вас лично ненавидят. Третье правило – это маркетинг. То есть любой артист, все знают, что это бизнес-продукт. Ну и также творческие люди – это бизнес-продукт. Чтобы нормально зарабатывать, вам нужно вкладывать в себя, то есть вкладывать в рекламу. Хорошие площадки я могу назвать это Instagram, ВКонтакте и Яндекс.Директ. Также есть еще и другие, но я сейчас поговорю именно про них. Займитесь таргетингом. Это та назойливая реклама, которая выскакивает сбоку, когда вы юзаете какие-то определенные сайты. Советую вам больше вкладываться в Instagram, больше развивать профиль, больше ВКонтакте, развивать рекламу сбоку, потому что там аудитория тоже достаточно активная. И как бы это странно ни звучало, стоит делать объявления на Авито, если вы хотите зарабатывать на фотографии. Да, там тоже бывают заказы, но это немного другой уровень. Но тем не менее, вам нужно не забывать и про творчество. Чтобы фотографировать людей, вы должны не просто купить камеру и назваться фотографом, вы должны чего-то большего стоить. Лучше попробовать самореализовываться каждый день, например, давать себе какое-то задание и фотографировать по этому принципу. Так, есть какие-нибудь вопросы по первой лекции? Второй пункт – это коллаборация с известными артистами. Многие из вас думают, что артисты – это что-то недосягаемое или как будто это такие закрытые люди, с которыми сложно найти общий контакт. Нет, это не так. Многие артисты в основном все активные, и они идут на контакт, но только при определенных условиях. Только тогда, когда им выгодно. Итак, первое правило, которое я выявил при сотрудничестве с артистами, это не бойтесь идти на контакт. Попробуйте просто написать письмо. То есть в основном у артистов есть в свободном доступе контакты или их менеджеров. Так что не стоит бояться сделать первый шаг и попробовать переступить. Я лично по своему опыту раньше боялся сотрудничать с артистами, а потом это переборол, и у меня как-то все легко начало получаться. Второе правило, это покажите свою индивидуальность. Прежде чем отправлять письмо артисту или просто писать ему или с ним встретиться, вы должны показать свою индивидуальность от других фотографов. То есть не просто написать «Ел, привет, давай я тебе сделаю фотосессию». Нет, таких много писем, и вы просто затеряетесь, как и другие фотографы в их почте. Поэтому вам надо продумать какой-то концепт, идею с этим артистом, с которым вы хотите сотрудничать. и дать ему уже полную готовую идею. Только тогда артист увидит в вас что-то индивидуальное, и скорее всего больше шансов того, что он пойдет на контакт с вами. Третье правило, больше творите. Не стоит покупать камеру и сразу бежать сотрудничать с артистом. Нет, артист видит качество, они хорошо работают над контентом. Поэтому все равно больше творите, больше фотографируйте, и когда у вас уже будет опыт в фотографии, только тогда переходите. И как можно больше критикуйте свое творчество, давайте его на обозрение другим людям, и нормально, адекватно воспринимайте критику. Потому что так надо. Поиск вдохновения. Я бы хотел немного поговорить о вдохновении. Бывает часто такое, то, что вы не можете пойти и нормально фотографировать, или просто даже не обязательно в фотографии, ну просто нет у вас желания. Я вывел для себя пару советов, как можно развить себе вдохновение. Первое, что я посоветую, это слушать музыку как можно больше, потому что музыка, она разноплановая, и в музыке очень много вдохновения иногда приходит, потому что она играет на эмоциях. Второе, что я хочу посоветовать, это смотрите как можно больше фильмов. В фильмах объединяется концепт, сама идея, кадров, которые вы можете потом попзаимствовать. И также там цветопередача бывает в разных фильмах, она тоже интересна, и всем советую. Третье, как можно больше изучайте других фотографов, интересуйтесь, например, такими сайтами, как 500pix, это для фотографов, я думаю, многие из вас знают его, или в email, там можно видео смотреть, но тем не менее там можно найти что-то для себя. Так что всем советую как можно больше изучать. Ну и, наверное, самое главное, больше общайтесь с другими фотографами, потому что, например, фотографы, которые чего-то уже добились, вы будете с ними себя чувствовать некомфортно, некомфортно, и тогда у вас начнется творчество, потому что вы захотите добиться того же, и вы автоматически будете это делать. Также я, например, лично из своего опыта часто просто включаю в iPhone наушники, иду по городу, не беру с собой тяжелую технику, и просто гуляю, наслаждаюсь, смотрю, как живут обычные люди, как они гуляют, и ритм в городу изучаю. Могу, например, сразу залезть на крышу и сделать пару фотографий, сториз залить. Мне как бы не нужно брать с собой камеру, и также хотел немного об iPhone поговорить. То, что необязательно иметь профессиональную камеру, чтобы быть фотографом. Например, iPhone, он заменяет многие профессиональные камеры, потому что ничуть не уступает качеству, и iPhone часто мобилен, в отличие от других камер больших. Так что советую как можно больше фотографировать на iPhone и обрабатывать, тогда у вас начнется больше творчества. То есть iPhone можно взять с собой на крышу, запилить сториз, сразу сделать прямой эфир и круто обработать фотографии. Фотографии чуть попозже. Сколько лет ты снимаешь? Три года примерно. Вообще, в принципе? Да, где-то три года. И эти три года это уже, ну, как сказать, серьезно взялся или вообще? Ну, серьезно я взялся примерно на пятом месяце, и где-то на десятом месяце фотография стала моим основным заработком. Так, давайте попробуем сразу обработать пару фотографий на iPhone. Сейчас, секунду, я переставлю переходник. Приложение, в котором мы будем обрабатывать фотографии, Snapseed. Он очень удобен. Можно также использовать Lightroom, но Snapseed немного попроще. Так, загрузили мы нашу фотографию. Тут достаточно очень много инструментов, он ничуть не уступает, чем на компьютере обработка. Добавляем сразу резкость. Ну, я просто люблю больше резкости на фотографии, но мы видим, тем не менее, то, что камера, точнее, фотография очень засвеченная, поэтому нам надо убрать экспозицию, немного ее сдвинуть. Snapseed. Также я покажу, как можно работать в кривых. Помощь еще показать, что желательно. А, да, конечно. Вот это. Можете сфоткать. Готово. Итак. Убавляем свет. Так, отлично. Сейчас поработаем с кривыми. Я люблю ставить примерно 3-4 точки, потому что считаю, что больше не нужно добавлять. То есть поставили мы 4 точки. Ставим верхнюю точку, уводим ее вверх, тем самым фотография становится более белее. В среднюю уводим чуть-чуть ниже, тем самым создаем контраст. И нижнюю точку мы двигаем немного вверх, тем самым фотография становится более пленочная. Отлично. Немного надо откадрировать наше изображение. Я использовал, кстати, на этой фотографии еще один айфон, чтобы сделать такое отражение. Можно также добавить крупное зерно. Но оно такое. И также мы можем... Поближе. А, хорошо. Хорошо, хорошо. Также можем размытие оставить. Но я люблю в основном всегда резкие снимки, так что в этом, мне кажется, нет смысла. Так что оставим все так резко. И уже у нас получается, в принципе, готова фотография. Мы просто потратили буквально 3 минуты на фотографию. Фотография уже получилась очень крутая. Если мы потратим больше времени на фотографию, то результат будет еще круче. Можно, кстати, сравнить. Посмотреть, как она изменилась. Так она сразу решила принять облик. Ладно. Также я хочу сразу попробовать протестить Lightroom. Первое, что мы делаем, мы обрезаем кадр. А это фотография на айфон сделала? Да. Правда, там был штатив, я на штатив поставил. Айфон, айфон и объектив был. Нет, 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 никакие. Это было закатное время как раз. Я, когда фотографировал, я нажал пальцем и увеличил экспозицию. Так, будем работать со светом. Первое нам надо осветлить и потом изменить вот этот зеленоватый оттенок в окнах на более желтый. Тем самым фотография станет более крутой. Добавляем контрастность. Также тут сразу есть кривые тоже, что очень удобно. Тягиваем одну немного наверх. Одну вниз, тем самым она становится более контрастной. И делаем ее более светлой. То есть, вот примерно такая кривая очень часто используется другими фотографами, потому что это, можно сказать, как стандарт стандарта. Так, будем работать со светом. Изменим немного температуру. Сделаем более желтоватый оттенок. Отлично. Также я люблю прибавлять, как я говорил ранее, резкость, поэтому прибавляем до того момента, где начинается красная линия. И обязательно ставим дисторсию. Либо хроматические аберрации выбираем. Потому что если вы фотографируете горы, то они будут заметны, когда при приближении фотографии это будет заметно. Также тут есть сразу готовые варианты, то есть это как типа мини-пресеты, но стандартные пресеты я не рекомендую использовать, потому что они, во-первых, не развивают, а во-вторых, они тупые. Так, отлично. У нас получилась вот такая фотография, что довольно прикольно. Также хочу вам порекомендовать некоторые приложения, которые есть на iPhone. Они очень удобные, и такие приложения мало кем используются. Первое – это Glitch. Glitch эффекты добавляет. Это довольно круто. На Западе оно более часто юзается, чем у нас в России. То есть мы берем фотографию, сразу добавляем эффект. Можно также добавлять видео, видеоряд, но можно также на фото. То есть тут используется сразу как гифка. Либо можно линии добавить. То есть тут все зависит от вашей фантазии. Многим это не нравится, многим это даже заходит. Вот это довольно эффект, прикольный. Приложение называется Glitch. Вот так оно выглядит. Второе приложение, которое я хочу порекомендовать, если вы используете Instagram, то обязательно пользуйтесь Planely. Это очень удобное приложение для того, чтобы выстроить цветовую гамму по фотографиям. Сейчас я вам покажу. То есть мы синхронизируем это с Instagram, добавляем фотографию, которую вы хотите использовать для публикации в Instagram. Следующую. И сразу можно видеть, как фотография заходит. Давайте я еще две сюда закину. Например, и как вы видите, сразу можно их менять и смотреть, какая фотография круче подходит. Чтобы не загружать подобные дали. Да, да, да. То есть сразу можно посмотреть, подойдет или нет фотография. Это очень удобно, если вы хотите вести красивые страницы в Instagram. Следующее приложение, которое я хочу порекомендовать, и вот так же часто используют блогеры, в особенности инстаблогеры, Flippagram называется. Это приложение позволяет добавлять на фото, либо на видео, музыку. Сразу можно выбрать музыкальную музыку, и также можно добавить и эффекты. Часто подходит для видеоряда. То есть она синхронизируется с текстом, либо с музыкой. То есть она под ритм бьет. Плотограф. Да, конечно. Включить обратное это приложение? Флиппограмм. Вот так. Следующее приложение, которое я хочу вам порекомендовать, это Ploatograph. Оно помогает оживлять определенные фотографии. То есть, например, мы добавляем фотографию. Секунду. Она как раз на iPhone, по-моему, только и есть. Если я не ошибаюсь. То есть вы добавляете маску, рисуете. И ставите вот такие линии. Секунду. И фотография оживает. То есть вот я немного тут смазал. Сейчас исправим. И получается так, что у нас небо двигается. Либо можно вот такой пример привести. То есть фотография просто оживает. Это очень клевое приложение, потому что оно очень прикольно заходит в сторис. Также вам советую пользоваться в WSCO, потому что вот как раз там фильтры, они очень прикольные. Но я не буду их показывать, потому что они для всех сугубо личные. И так. Следующее, о чем я хотел с вами поговорить. Можно вернуться к фотографии, где идет Москва-Сити. Москва-Сити? Да, да, да. И одна часть синяя, а другая красная. Она была сделана на iPhone тоже, и обработка тоже в мобильном. Нет, эта фотография была сделана на автопарад, но тем не менее обрабатывал я ее на iPhone как раз. Ага, а чего такая сильная контрастная голубого-красного? А я просто кривые изменил именно цвета. То есть подвинул немного зеленый вверх и красный. Я могу ее показать? Да, да. Да, хорошо. Есть исходник, как? Исходник я вряд ли, конечно, сейчас найду. Ну, просто могу показать, немного о ней рассказать. Вот. Также я увеличивал тут насыщенность красного, можно заметить тут, и двигал оранжевый цвет. Получилось, в принципе, классно, но единственное, все равно я немного накосячил в этой фотографии, то есть можно заметить шумы, которые у меня не получилось убрать, к сожалению. Можно, в принципе, в Lightroom убрать, либо же в Snapseed. Ну, по сути, шумы, не обязательно убирать ее, шумы иногда очень классно смотрятся на фотографии. Тут все зависит от вашего вкуса и восприятия. Так, отлично. Сейчас я вам покажу немного на ноутбуке. Немного хотел поговорить о пресетах. Вот мы, в принципе, прошли эти приложения все. Хотел поговорить о плюсах и минусах использования пресетов. Кто-нибудь использует сразу готовые пресеты? Отлично. Что еще раз? Да, 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 как раз и свои. Но это хорошо то, что ты используешь свои как раз, потому что так ты учишься. А кто-нибудь есть в зале, кто не знает, что такое пресеты? Пресеты – это сразу готовые настройки обработки фотографий, которые используются в последующем обрабатывании на следующих фотографиях. Хотел поговорить о том, что это, в принципе, удобно использовать готовые настройки, если вы, например, работаете в каком-то проекте, или вам нужно быстро сдать фотографии. То есть вы делаете все в одной цветовой гамме. Но, к сожалению, у пресетов есть свои минусы. Как бы это сейчас громко не звучало, если вы используете пресеты, вы можете забыть просто о творчестве. Потому что, когда вы используете пресеты, творчество пропадает. Потому что творчество – это эксперименты. Постоянно что-то, редактирование, какие-то вправки. А когда вы используете все готовое, то вы не развиваетесь. Поэтому я не рекомендую использовать пресеты очень часто. Но они также, тем не менее, удобные, если вы работаете в каких-то проектах, вам нужно сдать быстро фотографии. Могу сейчас привести примеры пресетов своих, как я использовал. То есть тут буквально за секунду я просто добавлял свои пресеты. На пресеты я примерно потратил минут 10, обрабатывал я эти фотографии на макбуке. То есть я… Вот вы видите наглядно то, что было и то, что стало. Это буквально всего лишь 10 секунд. Вот у нас то, что было, то, что стало. Тут я добавил контрасты. И также изменил немного красный цвет. Есть какие-нибудь вопросы по пресетам? Как создавать пресеты? Для этого вы просто обрабатываете фотографии. И сбоку будет копировать настройки. Либо по-английски просто копировать. Вы просто их копируете и заходите на следующую фотографию и просто нажимаете тупо вставить. Это как обычный текст. То есть копировал, вставил. Это очень легко. Вот поэтому это и убивает творчество, потому что слишком все легко. То есть вы должны постоянно развиваться. Нет, это в принципе в любых фоторедакторах, в любой обработке можно использовать пресеты. То есть в этом ничего сложного нет. А есть какие-нибудь вопросы насчет… Как шаблон? Да, вы просто берете, копируете настройки с одной фотографии и вставляете на другую. Это облегчает жизнь. А есть какие-нибудь вопросы по урбан-фотографии? А можно еще приложение? По какому принципу выбираете? То есть где-то Lightroom, где-то… Честно сказать, всегда по настроению. Но обычно я выбираю Lightroom, потому что мне ближе, я работаю на MacBook'е, как раз на Lightroom'е. И просто там все становится понятливее, нежели чем в VSCO. Потому что в VSCO там слишком много фильтров и большой соблазнен того, что выбрать сразу готовое что-то. Поэтому я выбираю Lightroom. Еще какие-нибудь вопросы есть? А как ты на то, что выбираешься? Если говорить про законный способ… Ну да. Ну и нет, может и незаконный. Если нет правового возможностей, то можно помочь. Обычно я использую для этого друзей, которые… Которые промышляют открытием дверей. Либо же у меня есть просто магнитные ключи, которые позволяют открывать двери. Они продаются в свободном доступе, их можно найти на Авито. И все как бы… Если вы просто открыли домофон, то в основном чердаки всегда открыты. Ну если брать, по примеру, Москву. Так что в этом ничего сложного нет. Но единственное, я не рекомендую снимать на крышах, потому что как бы… Когда я снимаю на крышах, у меня есть определенный опыт, спортивный опыт и психологический, и самый главный опыт того, то что если вдруг будет какая-то непредвиденная ситуация, особенно когда зимой скользко, так что я вам особо не рекомендую. Лучше снимать с обычной точки. Но тем не менее, есть соблазн того, чтобы забраться на крышу и сделать кадр, который не будет ни у кого другого. Еще есть какие-нибудь вопросы? Да. Расскажи про модель, про девушку. Она в таких интересных салях, впечатления известные тоже. Может быть, это даже не ее, а может быть, это какой-то подаж. И как у вас это происходило на крышах? А где видела? Девушку, которая вот тут, да, была? Да, сейчас я ее верну. Эта девушка, она артистка, она диджейка. Да. У нас был концепт, она мне просто сказала, «Эрик, нам надо сделать такие кадры, которые зайдут». Типа, тут должна быть пошлость, но никакой эротики. Я сначала не понял, какую задачу передо мной поставили. А потом я говорю, типа, раздевайся просто на крыше. Вот. И так получилось, то, что у меня оказалось хорошее белье, и получили сразу готовые кадры. Могу вам показать один кадр на айфоне. Это сумасшедший кадр был. С нами потом полиция разбиралась насчет этого кадра. Тут все довольно просто. То есть, это была импровизация, но мантия, которая у девушки находилась, она была на мне. То есть, я потом заболел. Мне тоже пришлось раздеться. Полиция из-за снимков разбиралась? Или из-за того, что она открылась? Нет, полиция разбиралась из-за другого фотоснимка. Сейчас я вам его покажу. Где вы взяли штаны? Штаны? Они были на ней. Разбирались с нами вот из-за этого как раз снимка. Мы хотели сделать что-то необычное, что не делал никто до этого. Мы хотели показать красивую фигуру девушки, но тем не менее, чтобы это было не пошло. Она, получается, просто взяла, сняла футболку и к нам сразу подошла полиция, типа, что мы там пропагандируем. Но тем не менее, все обошлось, потому что мы сказали, она как бы, она же в лифчике, так что, какие проблемы, ребят? Как бы, люди же ходят в всяких топиках, так что, ну блин. В общем, все нормально решилось. Но тем не менее, как раз так и создается творчество, когда приходят какие-то случайные мысли, и вы их просто сразу же реализуете. Не забиваете на них, а сразу пробуете что-то создать. А у кого-нибудь бывает такое, то, что вам приходит творчество именно ночью? Ну да, потому что как бы ничего не отвлекает, и тем не менее, создаются какие-то безумные идеи в голове, которые охота сразу сделать. Но, к сожалению, часто бывает такое, то, что, например, ночью вы вдохновились, а с утра уже все. Просто другой человек. Ночью просто мотать начинается. Ну, ну как сказать? Летом легко. Можно вопрос? Я знаю, у вас девочки, галочки, такая вот, Да. Как ты с ней связалась? И как получилось, что ты ее фотографировал? Так получилось, то, что благодаря Alphafuture People музыкальному фестивалю она сама вышла на меня. Ей понравилось, как я фотографирую. Я отослал фотографию в группу, и она через организаторов вышла на меня, написала мне, типа, говорит, я живу в Португалии, я прилетаю в Москву. Типа, если у тебя есть время, давай сотрудничать. И я, естественно, сразу согласился, потому что мне интересно стало. Вот. И так, в принципе, началось наше сотрудничество. И концепт, который мы создавали, и тот образ, тот стиль, это все как раз происходило при встрече. Да. Расскажи еще, пожалуйста, нам по вопросу о том, как ты снимаешь мероприятия, как ты занимаешься? Как мероприятия я снимаю? Да, отлично. Хороший вопрос, сейчас расскажу. Начинал я как раз фотографировать с обычных фестивалях красок. В дальнейшем я начал знакомиться с организаторами. Организаторы меня уже продвигали на другие фестивали, потому что они видели то, что я отношусь очень серьезно к работе, стараюсь работать над качеством. И так повезло, то, что у меня макбук, и я могу сразу быстро обработать фотографии и отправить. То есть это меня отличало от других фотографов, и это была как раз моя индивидуальность, про которую я говорил ранее. То есть я показал свою индивидуальность, и их это заинтересовало. Но началось все с артистами после Alfa Fitchi People, потому что это довольно крупный мировой фестиваль, и артисты начали уже меня замечать, иногда начали писать в Инстаграм. У меня Инстаграм хорошо развит, и начали писать просто в Директ. Либо иногда, когда мне просто интересен артист, я вижу в нем какой-то потенциал, вижу его в каком-то концепте, я просто иногда сам пишу артистам. Таким артистом послужил Арти. О нем я расскажу немного. Там у нас был получается проект от Миллера. Передо мной была задача показать город и стрит-стайл. И все это надо было уместить в одном артисте. Мы долго думали с организаторами над концептом, над местами, над локациями, и пришли к выводу, кстати, я могу показать эти кадры. Мы долго думали над концептом, и пришли к выводу, то, что стиль, в котором я его в дальнейшем сфотографировал, все вышло очень круто, эти фотографии разнеслись по интернету. Секунду. Да, но они немного надоели, потому что они делают либо одно и то же, либо как все. Из фотографов, из российских, очень талантливый фотограф, его зовут Эрнест, Найтин Томас, может, кто-то его знает в Инстаграме. Он довольно... Что еще раз? Его страницу показать? Да, конечно, все покажу. Этот парень очень круто обрабатывает фотографии, и его можно просто брать в примеры, потому что он крутой. Да, могу сказать, что снимок это всего лишь 30% крутости. В основном, 70% это занимает обработка. А обработка, к сожалению, приходит не сразу. Так, вот этот артист, сейчас я покажу его фотографию. Хорошая реклама. Вот. Тут я обрабатывал еще по старой системе, я слишком уводил кривые вверх, и получались вот такие тени. Но, тем не менее, фотографии получились очень крутые и атмосферные. Если кому-то интересно, как я обрабатывал именно эти фотографии, я могу потом после лекции рассказать поподробнее. А из зарубежных кого? Из зарубежных фотографов или артистов? Из зарубежных фотографов. Не знаю, как правильно его ник описать, но этот чувак снимает маршмеллоу, известного диджея. И есть еще очень крутой фотограф, он снимает Мартина Гаррикса. Его зовут Ильюис Ван Бар. Эти ребята, они не просто относятся к фотографиям, к творчеству. Для них они сразу все уместили и творчество, и работу. Все в одном месте. И, блин, эти ребята просто непонятно, как креативят так жестко, но, тем не менее, у них просто огромный выхлоп, у них постоянно заказы, они постоянно летают в какие-то страны. И все это благодаря тому, что у них есть сарафанное радио. Так что всем советую как можно больше общаться, как можно больше знакомиться и не сидеть на месте. Нужно постоянно быть активным. Вот. Это мысль, которую я хочу донести до вас. Да. А свет использовал в этом? Да. У меня была кольцевая лампа, но она, правда, тут не очень заметна, потому что было опасно. Это все-таки 21 этаж, и мне приходилось немного так выглядывать. Был огромный риск того, что я просто вниз бы упал. Вот. Поэтому я использовал ее немного так, и она полностью не проявила себя. Но полностью не может передать цвет, на макбуке намного круче она выглядит. А еще вопрос. Да. Да, я пользуюсь и мы всем советуем. Это то же самое, как и для профессиональных камер RAW-формат. HDR. Да, хорошо сейчас. У нас есть просто как бы фокус. Вот мы нажимаем сюда. Да, хорошо. Мы его включаем. Можно также увеличить экспозицию, ее убавить. но если мы сильно прибавляем, тут видны шумы, поэтому лучше найти золотую середину, чуть-чуть убавить. Фотографию можно впоследствии потом дальше обработать. только единственное, единственное, когда фотографируете на HDR, то вам надо чуть больше тратить времени на фотографию, тем самым использовать руки как штатив. Тогда фотография, чтобы была не смазана и более качественная. также немного хотел рассказать о паре фотографий, которые у меня есть в профиле. Вот эта фотография тоже снята на iPhone. Что еще раз? Я делаю это с помощью специального приложения. Ставил на штатив iPhone. И, блин, забыл, правда, как приложение называется. Вот. Я просто iPhone обновлял потом. Вот. И получилось у нас на выдержке кадра есть специальное приложение на iPhone, которое позволяет сделать выдержку на iPhone. Это очень удобно, если вы снимаете Urban, чтобы были линии, были размытости. Это очень круто. Тут я тоже работал над цветом. Но, опять же, видно то, что я немного накосячил шумами. Что еще раз? Да, да, да. Такая ошибка. Но ничего страшного. Все компенсируется цветом, который я сделал. Также вот такие фотографии, чтобы такие фотографии сделать, их можно делать на iPhone. Просто вы нажимаете пальцем, тыкаете на экран, и уводите фокус на какой-то определенный объект, и тогда делается в хорошее размытие. Например, на восьмом iPhone очень крутое размытие вообще ничем не уступает, как профессиональной камере, потому что, блин, там диафрагма крутая. Вот фестиваль, благодаря которому все и началось. Это кадр я делал на камеру, не на iPhone. Не на iPhone. Да. А ты накручивал или накручивал? Честно, на первом профиле, да, накручивал. Вот на этом? Не, на этом нет, не накручивал. Лайков мало? Потому что это самые начальные кадры. Вот на вот этих кадрах у меня тут по 900, по 1000. Ну, тем не менее, это хорошая конверсия 1000 лайков при 14000. Потому что я, например, видел... Что еще раз? Нет, дело-то не в количестве, а в качестве подписчиков. Ну, да, тут... Миллион подписчиков, но они все могут быть пустые. А конверсия никакой. Ну, это ничего не значит, но тем не менее, я могу похвастаться. Посмотрите на конверсию, 43 комментария, 1200 лайков, точнее 1300 практически. Да. Тем не менее, можно любую накрутку проверить на определенных сайтах, например, LoveDeal, вот, и вы посмотрите, то, что я ничего не накручивал. В основном, подписчики приходили из-за того, что я начал сотрудничать с артистами, они начали пиарить меня в сторис, отмечать на своих фотографиях, и тогда приходили подписчики, потому что им стало интересно, кто занимается их артистами, которые им нравятся. Есть какие-нибудь еще вопросы? что еще раз? Что еще раз? Можешь более детально рассказать вообще, как брать сам ракурс фотографии? Сам ракурс фотографии? На самом деле, я чаще всего беру ракурсы благодаря фильмам. То есть я смотрю фильмы и вижу примерно, с какого ракурса снимает оператор. И уже примерно в голове представляю, как этот кадр будет выглядеть. Ну и, как я говорил ранее, я очень много гуляю, и, например, делаю, мне несложно сделать, например, сотни кадров, просто с разных ракурсов, и потом посмотреть в ленте, какой кадр лучше всего смотрится. Если, допустим, портреты все-таки именно человечные, человечные, если портреты, то... Ну да. То есть если акцент идет на самом человеке, то лучше изучить фотолитературу, фотокниги, и опять же смотреть, опираться на других фотографах, можно позаимствовать ракурс или место локации. И в принципе это несложно фотографировать людей, главное делать это наравне, над уровнем глаз. Тогда человек, который смотрит на фотографии, будет ловить взгляд модели, которая изображена на снимке. Ну да, но это не стопроцентное правило, его как бы можно нарушать. вот, и тут все как бы сугубо лично, лучше сделать опять же там сотни кадров, ну не сотни, но там десятку, вот, и посмотреть с какого кадра лучше. И тут все зависит еще от модели, от ее параметров внешности, то есть допустим не нужно фотографировать людей, когда они повернуты, чтобы у них нос переходил в тюрьту, щеки. Это будет некрасиво смотреться, лучше когда, чтобы все было гармонично. Вот. Так, секунду. А кто-нибудь часто фотографирует в городе? Прикольно. Я уже все метро переходил. Метро? Но хорошее метро для фотографий могу посоветовать деловой центр. Оно такое современное, туристичное. И там красивые цвета, которые легко изменить в лайтруме. То есть там очень много серебряного и синего цвета. Так. Я думаю будем переходить к концу нашей лекции. Думаю вы что-то узнали новое. В том числе как сотрудничать с артистами и как зарабатывать на фотографии. В принципе я объяснил правила, благодаря которым можно зарабатывать и можно найти контакт с артистом. Думаю вы что-то извлекли полезное для этого. Хочу сказать огромное спасибо всем тем кто присутствовал на этой лекции. Мне было очень приятно. Хочу огромную благодарность выразить компанию рестор которые пригласили меня спасибо Марии за то что позвали меня надеюсь всем понравилось если есть какие-то вопросы я с радостью готов на них ответить наша лекция заканчивается спасибо аплодисменты